Добрый, добрый, добрый день всем. 22 апреля у нас и начинается второй сезон Join.Dota MLG Pro League. Первый выиграли команда Empire. Поздравляю всех фанатов данного коллектива, да и вообще всех СНГшных Дота игроков, зрителей, да и комментаторов. Мне тоже, собственно, приятно было посмотреть за победой Empire. Ну, у нас на повестке второй сезон началось, ну и сразу же в Азию. Куда же без азиатской Доты? MVP Phoenix играют против Kency Whips. Это четверть финал. 8 команд у нас на данный момент сражаются. Ну что, Phoenix в своем привычном составе. У Kency Whips тоже никаких изменений. Была такая инфа, не знаю, насколько она инсайдерская. Она была у нас в чате. Может, ребята что-то знают. Сказали, что MVP Phoenix разорвут Kency Whips. Ой, вообще не верится. Kency Whips по-прежнему не устаю повторять. Мои фавориты в любом из турниров. Команда, которая обещает быть как минимум крутой, пускай и не великой. Но крутой. Игра нестандартная в основном у этих ребят. Пики тоже иногда очень сильно удивляют. Ну, хочется увидеть от них что-то яркое, интересное. И все чаще именно от данного коллектива, который вообще в Австралии базируется, какие-то обновления в мету и вносятся. И в мету, и в расстановку по лайнам, да и вообще во всем, во всем, что у нас в доте присутствует. Ну что, на данный момент в пике команды Kency Whips уже все решено. Снайпер, Бристлбэк, Зевс, Леон и Кентавр. Для Kency Whips. В MVP Phoenix есть Phantom Assassin и Visp. Есть подозрение, что Phantom будет на мидлейн. Для QO Visp будет ее саппортить. Шейкер, Саппорт, Клокверк в сложную. И кого-то фармить на легкий лайн. Осталось еще одного героя. Kency Whips забанили у нас... Собачку. Ну не хотят они видеть Ликантропа. Хотя по данному пику не факт вообще, что зашел бы Ликан. Может быть просто ультрамобильный хотят сделать собственный пик. Благодаря Кентавру и Стомпиду всех догонять. А собака, когда в шейп-шифте, ну кто вообще за собакой в чистом поле угонится? Вообще непонятно. Ну, ждем последний пик. Я думаю, что это фармящий какой-то герой должен быть. Либо Керри серьезный, либо может быть какой-то нюкер фармящий. Ну вот, пожалуйста, Некрофос. Тот самый нюкер, которому можно смело давать фарм. Некр, который у нас иногда от артстайла чуть ли новее не унижал. И там, вы помните, что оставалось до победы над новями. Феби Фрок забирает себе Некрофоса. Кфени будет играть у нас на Клокверке в сложной. Кьюо будет играть на Фантом Ассасин. Натс забирает себе Шейкера. И Мардж будет на Веспе. Ну, как по мне, расстановка лайнов будет Некр и Шейкер. Будет на топ-лейне. Матч вместе с Кьюо отправится в мид-лейн. И сложная для Клокверка. Ну и Кентавр оттуда будет стоять в сложной. 3-4-3 у нас саппорт Зевс. Чейнс будет фармить на Бристлбеке. Уэддинг Крэш стоять на мид-лейне на Снайпере. Ну или он поможет у нас, скорее всего, Бристлбеку. Кентавру помощь не особо нужна. В общем-то, он и сам по себе толстый. Да и цеплять его неудобно. Хотя, с другой стороны, даже жирный Кентавр, стоя на одном лайне с Некрофосом. А у меня есть видимость того, что MVP отправят Некра в легкую. Дабла, то есть, пойдет в легкую, а не в сложную. Ну, да. Собственно, скорее всего, так и будет. Кфенни уже на Клокверке отправляется вниз. И там, наверное, останется Некр от Феби Фрога отправиться на топ-лейн. Нац будет вместе с ним. Ну и Висп, скорее всего, Кьюо переместится в мид-лейн. Но, опять же, если у Кьюо будут проблемы. Если у Кьюо проблем не будет против Снайпера стоять, ну как могут не быть проблемы, стоя против Снайпера? У меня точно были бы проблемы. Кьюо вроде и рукастей, чем я. Ну, Снайпер есть Снайпер. Просто вообще глобал рейнджи. Стой, расстреливай. 3-4-3 рискует у нас при попытке поставить вард. Если бы недалеко был к Фенни, можно было бы и забрать. Хотя, опять же, под сейф от команды Кенси Вейп за спиной имеется. Все, good luck, have fun. Поздравляем всех с началом нового сезона MLG Pro League. Интересного, яркого и такого, в общем-то, неординарного сезона. У меня в голове этот сезон вообще вне концепции вообще дота-турниров проходит. Как-то все так странно здесь всегда протекает. И матчи иногда удивительные случаются. И какие-то взрывы от одной команды, от которой вообще ничего не ждешь. Будем надеяться, что второй сезон будет не хуже, чем первый. Если будет хотя бы такой же, уже будет круто. Ну все, марш уже подошел к ЮО. Наверняка Кьюо будет у нас на мидлейне. Марш забирает руну. Марш улетит Боттл. Все, началось. На мидлейне отправляется в Уэйдинг Крэш на снайпере. Нижний лайн у нас за Туди. Туди отправился все-таки в легкую линию. Еще и при саппортинге 3-4-3. Гоудот будет на Зевсе помогать Чейнсу. Чейнс фармит. Гоудот здесь саппортит. Ну и все. И снайпер против даблы. А Кьюо против марша. Где-то левелы с третьего должны быть уже напряги для мидера команды Кенсел Вейпс. Скорее всего он. Будет у нас попадать. Вряд ли при поддержке Виспа Уэйдинг Крэш до 6 левела что-то сможет Кьюо сделать. Я говорю что-то критичное. Да, конечно, про дамажить не вопрос. Но снайпер не будет дамажить с той скоростью, с которой Висп через тизер будет отхиливать у нас Кьюо. Опять же при наличии зарядов в банке. Туди на легкой линии против Кфени. К локверку никто здесь не помогает. Но помощь сама по себе и не требуется в принципе, если стоять в соло против Кентавра. Но проблема в том, что здесь 3-4-3. Он постоянно будет водить крипов с лайна. И могут... Так, у нас пошел врыв на Чейнса. Над здесь. Фиссуру положили с Феби Фрогом. Маршем Вис перемещается на топ-лейн. И первый фраг для команды MVP Phoenix. Випсам против Виспа будет сложновато. Доставучий герой. Плюс у MVP есть даже не план Б, а скорее план А. Перефармленная Мартретка, которая в мидлейне должна по идее все-все-все забирать. И потом каждого забирать на линии. Кенсор Випс будет вообще непросто. Здесь надо в какой-то супер-деф уходить. Кучу ХП всем иметь. Иметь какие-то подсейвы. Какие-то... Ну, БКБ. До БКБ вообще, безусловно, здесь надо Чейнсу. Да и Кентавру, наверное, будет не лишним. Потому что... Ну, MVP рассказ дикий. Плюс Феби Фрог. План Б. Короче говоря, MVP напикали вообще мультифункциональную комбинацию. Кенсор Випс только успевает подставляться. Снайпер у нас на лоу ХП. Вейдинг Крэш вместе с Киоа. И все. Фантом Ассасин забирает у нас первый фраг для себя. И второй фраг для своей команды. Вейдинг Крэш впервые у нас отправляется в таверну. И самая приятная ситуация, что мидер команды Кенсу Випс льется. И льется вот милишный Фантом Ассасин. Хуже вообще и быть не может. Но, тем не менее, имеем, что имеем. Вейдинг Крэш возвращается на лайн у нас. На сложный у Клокверка 4 на 0 Крепстат и 11 на 4 для Туди. Кентавр вообще здесь не щадит. У нас Клокверка, а у Клокверка нет даже возможности поформить. Потому что все его Крепы мрут в лесу. Все, кого он должен формить на лайне, тут отдаются нейтралам. Ну и, конечно же, 3-4-3. Серый кардинал команды Кенсу Випс стоит за данным положением дел. У Чейнца 7 на 1 на сложную линию. Фэбби Фрога 14 на 1. У Гоу Дота ничего, в принципе, особенного нет. 3-0, правда, есть Крепстат. Где-то кого-то подстилил. Ну и Натс. Натс у нас тоже идет 3-0. По золоту MVP впереди. Ну, во-первых, два фрага. Во-вторых, по-моему, по фарму у них там тоже дела получше. Да, первые два героя на карте это Кио и Фэбби Фрог. Опять же, те, кто забрали у нас келы. По-моему, Фэбби Фрог. Да, Фэбби Фрог убил и Кио убил в миде своего оппонента. Снайпер тоже у нас отправился в таверну. А кто там знает, есть ли какая-то инфа у кого-то, может, там есть какие-то суперпользователи Гугла, которые могут найти то, что я не могу найти. Что там в патче 6.84 будет новенького? Будет ли вообще какое-то обновление? Вроде после окончания StarLadder анонсировали данный патч. 17 апреля, если не ошибаюсь, инфа какая-то появилась в инете. Если кто знает, что в 6.84, расскажите. Можете даже за деньги рассказать. Если инфа интересная, я готов сбросить вам на пачку жвачек. Закончилась пауза. И Wedding Crash после этой паузы вряд ли у нас выживет. Марш пошел раскручиваться. Спириты по Wedding Crash не попадают. Кстати, Марш может и убить у нас Кио Кио на лоу хп. Хиль его, Висп. Ты должен это делать. Висп в итоге у нас не выхиливает. А потому что нечем было выхилять. Кио Кио отправляется в таверну. И первое золото для команды Cancel Whips по убийствам. Правда, Эксп, конечно, никакой у нас Wedding Crash не получает. Ой, кайф вообще. Алхимик начальная броня увеличена с 1 до 3. Да это всю доту с ног на голову перевернет. Ребята, разве можно так сильно вообще бафать героев? И прирост, наверное, прирост статов уменьшили на 0.4. Ссылку бросайте в личку ВКонтакте. Если есть ссылка на какие-то вменяемую информацию. Личка ВКонтакте. Ссылка на группу ВКонтакте под окном Твича. Если заходите, не забывайте подписаться. Это очень важно. Мы наблюдаем за вами. Wedding Crash на mid lane вернулся. Теперь его одного не оставляют. GoDot поближе здесь ходит. Потому что кто знает, когда здесь шальной висп прилетит от команды MVP. И вместе с Кио еще раз Wedding Crash развалит. Уже две смерти для мидера команды Cancel Whips. По-моему, печальная история. Висп здесь в инвизе прогулялся. В принципе, никому ничем не помешал. Ну и не помог своей команде. По золоту давайте смотреть, как дела. 1.5 тысячи в пользу команды MVP Phoenix. MVP Phoenix. И по экспириенсу тоже Phoenix впереди на 750. У Некрофоса постепенно появляется ПТ. Больше пока Феби Фрок ни на что у нас не на фарме. У Шейкера вообще ситуация печальная. У Чейнца тоже ничего интересного. Давайте посмотрим на Туди. И у Туди как у Чейнца только денег больше на счету. Кфени попытался вместе с Маршем поймать здесь Кентавра. Не закрыли в Когах. В итоге Кфени и батарея Саут не юзал. Вовремя, собственно, одумался. Гоу-Дота можно ловить. Вот сейчас у Клокверка будет, когда будет шестой левел. Там Зевс вообще первая цель. Гоу-Дот тем более голый. Дефа никакого. ХП 549. Ну, это просто ходячий труп для команды Cancel Whips. Ракета полетела на медлейн. Они прочекали, что здесь 343 помогает Вейдинг Крэшу. Поэтому Кио врываться нет смысла. Думаю, специально для этого и чек был. Висп подходит у нас под Кио. Шестой левел появился у нас для Фантом Ассасин. А теперь у Вейдинг Крэш будут проблемы. Эти даггеры, которые будут вот настолько залетать. По 160, по 180 эти даггеры уничтожат у нас снайперы. Еще и даггер сейчас будет четвертого левела. И там 2-3 даггера с критами снайперов щепки разнесут. Спасибо всем, кто ссылку на инфу по патчу 6.84 прислал. Игнат Савеленко и пенчлок. Вы просто красавцы. 3-4-3 не отходит от Вейдинг Крэша. Ну понятно, криты появились. Теперь Фантом Ассасин опасно просто как черт. К ней вообще близко даже подходить нельзя. Тем более там Висп, тем более под сейв, под хилл. Плюс ускорение. Оверчардж уже марш у нас прокачал. Понимаете, прекрасно, что с блинкатом Кио кого угодно развалит. Туди, закрыли в Коге. Куда же ты пришел, Туди? Туди у нас в итоге Клокверка забирает, но отдается Фантом Ассасин. Стоила ли она того? Думаю, нет. Забрать у Флейнера и отдаться Мидлейну, который у нас вообще с перспективой выйти в топ Нетворс на карте. До какой перспективы? Уже Кио у нас топ Нетворс на карте. 3-690 для него и ближайший его преследователь это Туди, у которого почти на тысячу меньше. Мидер команды Кенци Уипс в слове на букву Ж. Веринг Крэш у нас попадает на Мидлейне. И опять Веринг Крэш у нас пошел кормить команду МВП. Натс на лоу ХП, на хайграунд. Кфени под батарея Саут. Можно в принципе и добить у нас 3-4-3. Нет. Разворачивается Кфени. Еще и по Шрапнели пошагал немножко. Счет становится 2-5. Випсы просто-напросто горят. В МВП все получается на ура. Так, а ну где-то у нас Натс. Ну Натс на Мидлейне, да. Леон ХП теряет просто на руне. Вообще непонятно от чего. То ли от Кфени. Да, ракета или, 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 или. Или не знаю. Кио в любом случае на Мидлы. На нижнем Лайне. Фантом Ассасин пришла здесь. Либо поубивать, либо пофармить. Своё дело сделала. И уходить отсюда. Кио во вражеский лес. Неужели? Нет, не собирается у нас Фантомка уходить. Фантомке нравится внизу. Конечно нравится. И вообще на половине команды Кенси Уэбс для Фантомки дела поприятнее будут. Все-таки она девочка. А здесь посмотрите на деревья. Какая девочка между таких деревьев гулять может. Здесь у Рейдентов все-таки поприятнее. Ну что, на Туди можно врываться. Правда здесь есть Гоудот, но станет ли он проблемой. У Марша фуловый Боттл. Поэтому выхилять Кио вообще в любой ситуации сможет. Ну и не палится у нас Гоудот. Крид заходит на 200 у нас по Туди. У Туди 550 хп остается. Это где-то секунд на 6 бить Фантом Ассасин. Уже дэмэджа почти 90 для Фантомки. Ну и... 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 И даггеры, которые по КД просто вылетают. Маны предостаточно. У Кио подхил от Марша тоже будет 100% вообще. Фантом Ассасин по мане проседать не должна никоим образом. Все, готовится спушить команда MVP Феникс. Первый Тауэр по Мидлейну. Отправили у нас иллюзии чекать, где Гоудот. Маршу совсем немножко осталось. Марш у нас Гоудота должен найти. Прочекали, да. Видят Гоудота. Веспы не попадают. Правда, Кио врывается у нас на Туди. Туди развалили. 3-4-3. Сразу же на Кио. Фиссура от нация лежит здесь. Надо Маршу выхиливать. Кио. Кио на лоу хп. Ну и все. И Марш у нас в итоге не смог даже через Релокейт вытащить отсюда Фантом Ассасин. Немножко я переоценил вообще докторские способности Марша. И самому теперь на тизере надо улетать к нацию. Ну и ждали. Просто по таймингу. Тайминг блестящий у нас в 3-4-3. Забирают Веспа, забирают Кио. Дабла мидерская развалилась. Уэддин Крэш это время на мидлейне. К Фене через Хукшот, через Батаре Ассал, через Коги. Ну, ловят здесь мидлейнеров что с одной стороны, что с другой. В итоге размен даже не знаю в чью сторону. Ну, посмотрим. Сейчас узнаем. В пользу команды Кенси Уэпс. Забрать Даблу, в принципе, это лучше, чем. Так это даже в пользу команды Кенси Уэпс. За одного Веспа посчиталась стата. Даже Кио здесь не посчитался. За Кио там денег прилично должны были заработать. Но Фениксы по-прежнему впереди. Порядка 4 тысяч по голде. И по экспириенсу 3 тысячи тоже для МВП Феникс. Напомню еще раз. Катка в формате... Не напомню, а скажу первый раз. А потом напомню еще раз. В катке у нас в формате Best of 3. Это плей-офф, поэтому важно... Решить, кто посильнее. Тут одним Best of 1 или Best of 2 не разберешься. Вот. Поэтому кто выигрывает, проходит дальше. Кто проигрывает, соответственно, ни в какие сетки у нас, по-моему, не падает. А просто так. У нас пошла ульта от Зевса. Стомпит провязал Кентавр. Собирают всех вокруг Фени. Натс! Эхо Слем развалили Кентавра. На одного Кентавра не пожалели. Дальше к Фени. На Чейнса. Чейнса стопят. Кио, где же твои спириты? Почему они не достают? В итоге забирают у нас Клокверка. Один в один разменялись. Гоудот уже Киллинг Спри. 3-0 идет у нас Зевс. Гоудот от Спиритов. Как жестко получает Гоудот от Спиритов. Бедняжка вот здесь нужен был Клоквер, который ракетой уничтожил бы у нас Зевса. В итоге Уэринг Крэш. Ассасинейт в лицо у нас Виспу. Висп отъехал. 2 в 2 размен. Кио даже без Виспа. В принципе, бесстрашный. Ничего его особенно здесь напрячь не может. Разве что Снайпер. Но у Снайпера, во-первых, нет ульты. Во-вторых, нет маны. В-третьих, Шрапнель в КД. С руки Снайпер вряд ли разваливает Фантом Ассасин. Хотя, опять же, подхил тут только от Феби Фрога. Мека уже есть у Некрофоса. У Фантомки у нас есть Ринг оф Аквилла. Есть Огрклаб. У Натца на Шейкере пока Пустотаж. У Виспа. Есть Урнов Шадлз и есть Боттл. Ну и тапок тоже для него. У Шейкера Сол Ринг. По команде Кэнси Уипс у Бристлбека. Хедреска только-только. А у Феби Фрога есть Мека уже. Чейнс учись. Есть также ПТ. У Леона. Беда полная. 0-1-4. У Кентавра есть Даггер, хотя и 0-3 для Туди. Даггер и, в принципе, все. Тапок, щиток. Печально. У Снайпера. Фейс Буцы. Ринг оф Аквилла. И постепенно в Яшу Веддинг Крэш у нас собрался выходить. Ну и в Зевса мы видели Транквил Буцы и Сол Ринг. Ну и 3-0-2. Стата для Гоудот крутая. Комментатор Норм, кстати, голос не режет слух. Спасибо большое. Ты еще не слышал, какую я хинею несу. У нас тут в чате частенько отписывается. Но оставайся, послушаешь. Чейнс на топ-лейн. За спиной уже. Триплай из команды Кенцы... Игроков команды Кенцы Уипс. Веддинг Крэш единственный, кто на праздник Т1 у нас не отправился. В это время MVP забирают Роху. Без проблем, без сопротивления. Ну и можно, в принципе, теперь и отправляться. У нас Марш улетает. Похилится на Фонтан. Ну и будут, наверное, на Т1 выходить точно так же. Ну и здесь Т1 просто вообще от... Я не знаю. От одного Икания Фантом Ассасин должен развалиться. Или Крипы чихнут на него. Немножко совсем осталось. Просто один удар Фантомки. Таура не будет. В это время Т1 MVP что-то очень медленно пилят. Почти и не чувствуется. Ой, ВИПСы точнее. MVP свой Тауэр забрали. Здесь Т1 дефать могут. Могут, могут. MVP могут дефать, но пока не решаются. Решили отправиться, скорее всего, на Т2. Или подраться. Но пока что во вражеском лесу стоят. ВИПСы забирают первый Тауэр по топ-лейну. Это вообще для них первый Тауэр. 14 минут сыграно. По золоту MVP выигрывают 7500. По XP 5000. 5000 для азиатского коллектива. Австралийцы ничего вменяемого пока не придумали. Кентавр с даггером. Просто кентавр с даггером. Он не убивает. Он просто быстрее перемещается по карте. Пока в файты не врывался. Кюо по Тауэрам. Ну, Туди может, в принципе, врываться. Надо просто захотеть. Марша здесь. Под лоу хп шили. В это время Кфени врывается в Туди. Еле-еле пытается Туди топнуть. Получилось. В итоге развалили у нас кентавра. И умирает здесь же Клокер. Но кто первый начал драться, тот первый у нас и умер. Клок погиб. Погиб также кентавр. Один в один размен. Сейчас глянем, в чью пользу. В пользу команды Кенс и Уипс. Они проигрывали по золоту. Проигрывали по экспе. Поэтому любой размен будет теперь в пользу австралийского коллектива. Кюо не умер. И это хорошо для МВП. И Марш. Ой, Бристлбек, точнее. Чейнс не умер. Тоже хорошо для команды Кенс и Уипс. Проблема. Смотрите вот в чем. У команды Кенс и Уипс. Вейдинг Рэш должен был фармить. Не нафармил ничего. У Фантом Ассасин, точнее. Есть уже БКБ. Есть Пауэр Трэд. С демеджа, в принципе, у Фантомки очень много. И она, ну такая, убийственная подруга. Где-то какой-то керри-герой от команды Кенс и Уипс еще прослеживается. Это вот Бристлбек, который у нас фармил. Ну, должен был выходить в керри. В итоге у Бристлбека для убийства соперника вот Мека. Если достать Мекку и по голове кому-то из МВП настучать. В принципе, на демедж артефактов никаких. Чем дамажить команду МВП, непонятно. Чем контрить Фантом Ассасин, тоже не ясно. У команды МВП на Фантом Ассасин есть уже Блэк Кинг Барр 10 секундный. Поэтому убивать попросту ничем вообще. Снайпер может немножечко с Ассасинейта надамажить. Но не критично, потому что в пике есть Висп. У Виспа есть Боттл. Тут и урна скоро будет пополняться. Ну что, Кио, пошел у нас вместе с Виспом куда-то влетать. А ну-ка. Куда же вы влетели? Непонятно, куда влетели. Убегает вся команда Кенс и Уипс. Стомпит провязали просто, чтобы отойти. 3-4-3, налог ЭП. Нац провязал ульту. Марша разваливает. Один в один, пока размен. Кио дальше за Уэддинг Крэшем. Нарезает по спине у нас снайпера. Снайпер должен умирать. Так, Кио не врывается в гол Дота. Кио дальше за снайпером. Кио на лоу ХП у него есть Аегис. Уже минус 3 делает команда MVP. Потеряли только Виспа. Ну и что, Кио у нас еще и не умер. И Аегис не разменял. И Кио не здесь жив. На таком лоу ХП Фантом Ассасин. Хильте ее кто может. Феби Фрок, займись Фантомкой. Сильная женщина плачет у окна. Фантом Ассасин на вообще дичайшем лоу ХП. Там 12 или 20. В итоге 1 в 3 и это, конечно же, в пользу команды MVP. Все, слил Аегис у нас Кио. Я думаю, это специально. Ну или как минимум он сказал так своим тиммейтам. Да я так и хотел. Да, тухляк, конечно, в команде Cancel Whips. По реализации своего пика. Стампид, который проюзывается для того, чтобы убегать. И защитный ульт Зевса. Согласитесь, немножечко диковато на это смотреть. Ну, это тревожный звонок для команды Cancel Whips. Первая катка идет вообще не по их сценарию. И, скорее всего, так и будет дальше. К Фиене останавливает здесь каст ТП. Не пожалел ульта на Гоудота. Гоудот отправляется в таверну. Чуть-чуть не хватило до проюзывания свитка портала. Восемь-четырнадцать. По голде... Так, у нас Фантом Ассасин. Дальше за три-четыре-три. Крит на триста-пять. Просто у нас с даггера проходит у нас по Леону. Кио должен оставлять... Марш, точнее, должен оставлять Кио. Да, Кио и сам останется здесь. На Уэдинг Крэша. Засловили. Мека пошла у нас от Чейнса. На лоу ХП здесь Леон. С ботла с урны не догорит. И Кио здесь, кстати, может и слиться. А где Снайпер? Снайпера вообще паника началась. Снайпер на половине ХП бежит у нас хилиться под фонтан. Ну еще бы, здесь дикая фантомка. Ворвется Снайперу, ну, недолго жить. Ну и деньги у нас для Кио гораздо быстрее зарабатываются, чем для любого игрока команды Кенци Випс. Где-то на уровне Фэби Фрок держится у него практически такой же Нетворс. Отстает от них прилично. В полтора раза отстает от них к Фенни на Клокверке. Но посмотрите на команду Кенци Випс. Что даже не в полтора раза у нас Веден Крэш, а больше проигрывает по Нетворсу своему прямому оппоненту, который с ним на миде стоял. И с которым надо, в принципе-то, меряться. Здесь было штукенциями. Что-то у Фантомки, на удивление, штукенция побольше, чем у Снайпера. Бедняга Веден Крэш. Так, пошел врыв назад к Фенни. Тут даже, где поймали недавно Гоу Дота. 3-4-3 на ЛОХП. К Фенни тоже, в принципе, на ЛОХП. Ну и Туди. Врывается у нас на Клока. Веден Крэш забирает... Пятый фраг для себя. 5 смертей при этом у Снайпера. Релокейт, слышу. Этот релокейт у нас на мидлейн. Гоу Дота поймали. Зевс у нас, в принципе, обычный расходный материал команды Кенци Випс. Да, посмотреть так все, в принципе, в составе Кенци Випс расходный материал. У Феби Фрога появляется Даггер. После Юла, после Мекки. Вообще, давайте по артефактам пробежимся. У Фантом Ассасин появляется Персеверанс. А ну-ка, а ну-ка, объясните. Неужели это Блэкинг Бар будет от Кио? Или Линка, возможно? Такая... Нет, Линка, наверное, нет. Куда Линка? Хотя, может, и Линка на самом деле не лишним. Но если я вообще не угадал ни одно и другое, и здесь будет рефрешер орб, просто как элементы унижения. Нет, все-таки появляется Клеймор. Готовится у нас Кио выйти в Баттл Фьюри. Просто Баттл Фьюри появляется не первым артом, и... А с другой стороны, это профессиональная Дота. Да, у меня психология просто пабовского рака, поэтому первые артефакты должны быть на дэмэдж. То, что Майнкерри умирает 9 раз, ничего страшного. Будет Баттл Фьюри, будет ГГ. Так примерно и бывает. Только, ну, в обратную сторону. У Снайпера уже есть Сэнж, и готов Яша для Wedding Crash. Сэнж и Яша имеется 11-ая минута. Здесь уже почти готов Баттл Фьюри на Кио. Есть также Блэкинг Бар, есть ПТ и Аквила. Ну, понятно, два артефакта против одного. Причем, вообще, важные, очень важные артефакты для Фантом Ассасин. А у Снайпера такой проходной артефакт. То есть, Сэнж и Яша, это... Это даже не сказать, что. Это может быть, если есть хорошо, если нет, то тоже неплохо. Это не конкретный какой-то артефакт, который может дисбаланс внести. Он просто делает Снайпера чуть-чуть сильнее, чуть-чуть быстрее. То есть, даже такого замедления. Например, Скади. Та же история абсолютно. Но Скади при этом замедление дает, которое важно в файте. А здесь пройдет, не пройдет Снжа замедление. Это вопрос... Ну, как бы вопрос открытым остается всегда. Нац! На лох ЭП! Пошел пофармил! Красавчик! В итоге, Гоудот вместе со Снайпером развалили Шейкера. Ну, увидели. Дал ульту Снайпер, дал ульту Гоудот. Не жалеют ультов. Точно так же, как и МВП Феникс. Не жалели ультов у нас и на Гоудота, и на Снайпера. И не будут, наверное, жалеть и дальше. По золоту. 13 тысяч в пользу Фениксов. По Экспириенсу тоже у нас в пользу Фениксов. 11, даже ближе к 12. Бедные-бедные випсы. МВП. Второй раз уже выходят на Роху. И второй раз вообще в ус не дует команда Кенси Випс. Они не знают, где находятся их оппоненты. Тем более, на лайне здесь, по-моему, Кфеникс светился. Поэтому, понятно, что он где-то далековато. Ну и все, Кфеникс перемещается на всякий случай. На Роху вдруг будет файт, но всякий случай не случится. Никто из випсов сюда даже близко не собирается. Не понимает, что сейчас не по шансам драться. 23-я минута, перефарм на 13, где-то даже 14 тысяч для Феникс. И по Экспириенсу тоже 12 тысяч. Но это дикость вообще на таких минутах. Матч развалили. Кьюо, а ну-ка сам, сможешь ли? Кьюо у нас под БКБ. За 3-4-3 ждут, когда закончится Блэк Кинг Бар. Но когда закончится Фэби Фрок уже будет здесь. Скрид просто проходит здесь скрид с Даггера. И 3-4-3 вообще не остается ХП. Минус 1 делает команда Кенси Випс. Правда, потратили Блэк Кинг Бар Фантом Ассасин. Ну и должны уходить. Марча потеряли скучно без Виспа здесь драться. Фантомки. Ну и бессмысленно. Фантом есть Баттл Фьюри. Самое время пофармить. Нет отхила для Фантомки. Я говорю сейчас о Доминаторе. Есть до сих пор под сейф от Виспа. Но посмотрите, с какой скоростью Висп начинает умирать. Если где-то какой-то серьезный будет файт, то то, что было вот здесь, вот в этой части карты с Натсом на Шейкере, то же самое будет с Виспом в любой части карты. Только Висп появится на карте. Ульта пойдет от Марша. Ульта пойдет от Гудота. Виспа не станет. Ему нужно вообще кровь из носа укрепляться. Но он это и делает. Клака есть уже на Виспе. Может даже Худов Дефенс для Марша появится. Ну, мне кажется, даже не лишним было бы выйти в силу. Собрать себе Сэндж, например, и превратить его потом в Алибарда, чтобы Уэддинг Крэша вообще не чувствовать. Ну, или кого-нибудь. Вот Бристлбека, например. Так, пошел у нас врыв от Виспа. Кио будет забирать. Пока что просто подхил. Вот, все. Марш на лоу ХП. Он врывается и умирает. Кио продолжает драться. Кио погибает. Теряет Аегис. Уэддинг Крэш на лоу ХП. Быстрее отсюда бежать. Убегает. Сбили Аегис у нас Кио. Марш непонятно, на кой пес сюда прилетел. Просто слиться. Скучно ему было. Ну, и умирает еще и Чейнс. Ну, здесь по голде МВП просто отрываются. На самом деле, они уже выигрывают 15 с копейками по золоту и по экспириенсу 14 тысяч. Кио все очень легко дается. Напрягов вообще никаких для Фантом Ассасин, Кэнс и Уэпс ничего с ней сделать не могут. Даже несмотря на то, что Марша все время контрят. Но если контрить Марша, Фантом Ассасин все равно и сама свое дело сделает. Пока вы тратите ульты на Веспа, ПА без вопросов разваливает одного-двоих. Ну, посмотрите просто на мувы Леона. Мув Леон только и делает то, что бегает. Бегает в файте и убегает от того, кто за ним. Вот сейчас он просто увидел Феби Фрога. Ну, понятно, да, что не по шансам, конечно, драться против Феби Фрога. Но это было и в масс-файтах. Леон просто у нас бегает. На развороте даже не всегда успевает дать подкоп, например, или Хекс. Он все время мансит между кустами и пользы в драке от него никакой. Кроме того, что он отнимает время команды МВП. Ну, команда МВП от старости ведь не умрет. Поэтому по мансит, ну, побегают немножко за Леоном. Рано или поздно сольют, а потом сольют всех из команды Кенси Вейпс. А это главный вообще контроль команды Кенси Вейпс. Это тот, кто должен держать у нас вообще в напряжении QO. Держать в напряжении всех абсолютно в составе команды МВП. А по факту он себя в напряжении держит. И единственное, что делает, это просто бегает в файтах. Так драки не выигрываются. Ну и дамажить по большому счету нечем. Снайпер у нас в БКБ выходит. Решил выжить снайпер в файте. Не обязательно кого-то убить. Главное выжить. Туди у нас на НАЦа врывается. НАЦ на лоу ХП. НАЦ отправляется в таверну. Где Висп? Куда-то у нас Висп порвался. Висп у нас ворвался в спину команде Кенси Вейпс. Кстати, вот матч на лоу ХП. Кьюо начинает нарезать по Гоу Доту. Еще один удар. Гоу Дот развалился. 3-4-3. От Феби Фрога здесь погибает. Ну и снайпера тоже отправили в таверну. Кьюо вообще плевать, кого бить. Просто бей-беги. Чейнс на лоу ХП. Сейчас будет здесь Чейнс против триплы. Тем более сражается. Замедлили. Кьюо пофиг. В спину так в спину. Все. Развалили. Еще и Чейнс. Я думаю, что это ГГ. Потому как дальше тянуть нет смысла. Вейпсам. Это гадлайк уже для Фантома Ассасин. Триплкилл в этом файте. Тьма денег вообще. Полторы тысячи за один замес. 5-300 по ХП зарабатывает команда МВП. Ну 4 в 1 подрались. Да, убили Шейкера. Игроки команды Кенси Вейпс. Но вы видите, что и без Шейкера. Без Эхаслема, без Стана, без Контроля. За счет фиссуры тотемов. МВП не чувствует команду Кенси Вейпс вообще. Поэтому куда дальше идти австралийцам непонятно. Ну разве что во вторую катку. Огол Диа. 22 тысячи МВП. По экспириенсу 21 тысяча МВП. Я думаю, что последний заход будет от Вейпсов сейчас. Получится, не получится. От этого зависит то, с какой скоростью ГГ они напишут. Ну Туди готов рываться. Правда Фантомка отсюда уже улетает. Снесли. Милишный барак. Рейнжевой оставили. Он никому не интересен вообще. И команда МВП отходит. И внимание. Абисал Блейд для Кюо. Дэмэджи теперь просто тьма. С руки бьет 300 криты на триллион. Что делать против Фантом Ассасин непонятно вообще. 450 процентов крит. При 300, как бы считайте. 1500-1600 где-то залетит от Кюо. Ну, залетит она в Гоу Дота. Посмотрите на количество ХП. С одного удара умирает здесь Зевс. С одного удара умирает Леон. Дефа здесь вообще нет практически. Ну, 3 плюс 4. Да вообще ничего по дефу. Ну, и полтора удара на Дакентавру. Это предел. То есть Даггер в Кентавра, Крит. Кентавра нет. Ну, еще 1000 голды сверху для Фантом Ассасин. Контрить к его просто-напросто нечем. ХП тоже у Фантомки придает. У Фантомки ХП больше, чем у... У самых жирных игроков команды Кентс и Вейпсон. Посмотрите на то, где 1290. Здесь 1597 для Бристлбека. У Фантом Ассасин с ПТ на интеллект 1689. 19-й левел. Ну, всех здесь изнасиловал Кио. Ну, и это не закончится. Тем более, у него есть Баттл Фьюри. Ну, ждем Крита, ждем Рэмпэдж, наверное, от Кио. Тогда у ГГ наконец-то нервы сдадут. Пошел в риф на Голдота. Бьен Гадлайк уже для Кио. Ну-ка, кто следующий? Чейнса ловит у нас Кио. Полетел на хайграунд. По спине наваливает по Чейнсу. Крит не прокнул. Пока что БКБ Кио не юзает. Главное маршу не подставляться. Туди вырвался на лоу-граунд. Решил здесь Кио зацепить. Марша врывается здесь Ассасинейт. Маршу плевать. Феби Фрок его выхиливает. И Кио тоже близко. Плохо, что... Нет, неплохо. Я думал, Марш весь Боттл уже выпил. Остается еще, чтобы подхилить всех и каждого. Ну, не трать ты Боттл. Не трать. А ставь на Кио. Понадобится же. Или, наверное, так уже верят своего керри, что не собираются даже драться. Wedding Crash. Крит на 1467. Снайпер вообще на соплях у нас уходит под хайгра... Под собственный фонтан. Умирает у нас 3-4-3. Умирает от ульты Феби Фрога. Его здесь, наверное, до конца игры уже не будет. ГГ он... На ГГ он даже не попадет. Минус 3 делает. Holy Shed от Кио. Продолжение. Потеряли нация. Игроки команды МВП. И минус 3 от Кенсе Уипс. Куда у нас марш? Марш у нас пополнил Боттл. Дальше драться. Я думаю, что Кио смело можно идти под фонтан. Выхиливает Кфени здесь. К ядрене Кфени. Ну. Продолжение. Кфени врывается на Гоу Дота. Феби Фрог недалеко. И анстапа был уже для Феби Фрога. Клокер. Умрет ли от ульты? Нет. Выхиливает Феби Фрог его Меккой. Ну все. Ну блин. Ну это такая печаль должна быть для Кенсе Уипс. Да. Все из рук валится. Ничего не получается. Ничего не прокнуло. Потому что. Потому что вот почему. 30 тысяч МВП по голде. По экспириенсу МВП 26 тысяч. Все это на 30 по-моему. Да. Минуте. 31 минута. Ну. Жесть. Каждую минуту по 1000 плюс идет по Нетворсу. Ну это же. Это же. Это же стыдно. Ну что. У нас первая катка закончилась. В пользу команды МВП Феникс. Тот кто писал в чате, что это будет в хлам. Не ошибся. Так и случилось. Ну. Жду. Верю. Надеюсь. Кенсе Уипс. Мои любимчики. Возможно во второй катке оклемаются. И придут в себя. И смогут хоть что-то нам рассказать интересного. Возможно какой-то пик будут брать нестандартный. У них вообще классическая схема в Best of 3. Проиграть первую катку. Потом две следующие выиграть. Так что. Ждем. Верим. Надеемся. Вы сейчас у нас на канале Твитча. Кстати. И не забывайте нажимать follow. Денег за это с вас никто не просит. Просто будьте с нами. Нам будет очень приятно. Напомню еще раз. Это студия Игрокам ТВ. У микрофона друг. Две-три минуты. И услышимся уже на второй катке. Пока можете зайти в группу ВКонтакте. Подписаться. Ну и наш канал на Ютубе. Там все воды сыгранных матчей. Вся графика. Все что вообще вы видите у нас на канале. Все базируется там. Приятного вам просмотра. До связи. Две-три минуты и услышимся.